Привет! Это канал Car & Glory, меня зовут Павел, и на этом канале я рассказываю про автомобили, которые мне удалось протестировать. Потому подписывайтесь, ставьте лайк, для того, чтобы увидеть новые тесты. А сегодня у нас на тесте Ford Focus 4-го поколения в кузове Universal с двигателем 1.5 TDC на 120 л.с. и с механической коробкой передач. Продолжение следует... Продолжение следует... Есть обородатый анекдот про то, как отец семейства купил Focus. И я вам скажу, что Focus с тех пор, конечно, изменился. И он не то чтобы стал хуже, но он однозначно повзрослел и перестал быть таким забиякой, как был прежде, особенно в первом поколении. Три предыдущие поколения Ford Focus были однозначно более самобытные и оригинальные в плане экстерьера и тем более интерьера. За что дизайнеры Ford часто выслушивали нарекания со стороны покупателей. Сегодня Ford Focus однозначно в духе времени и даже немножко стал похож на корейские автомобили, что, в общем-то, можно назвать модным явлением. Но при этом Focus сохранил свою выверенность линий и отличную пропорцию кузова, чего зачастую не хватает корейским одноклассникам. Хорошо, что время мыльных форм давно позади, в 2000-х. Хотя и тогда первое поколение Ford Focus умудрялось противостоять общим трендам и при этом отлично продаваться. А сегодняшний Focus состоит из прямых выверенных линий, которые делают силуэт этого автомобиля еще более спортивным. Передняя оптика Focus мне напоминает форму топора, а внутри находится ближний и дальний диодный свет. Хотя в недорогих комплектациях по-прежнему могут быть галогеновые лампы, что я считаю абсолютным мавитоном в наше время. А вот дневные ходовые огни – это такой, знаете, элемент, подсмотренный у Volvo. Видимо, как намек на то, что не так давно мы с вами были еще партнерами. Фальш-радиаторная ешетка Focus, как и прежде, напоминает аналогичную у Aston Martin. Единственный момент – ее перевернули. А бампер, как и у предыдущего поколения, имеет такой псевдосплиттер снизу. Этот элемент становится модным в последнее время, хотя и не имеет ничего общего с аэродинамикой автомобилем. Таким образом, благодаря вот этим подчеркнутым линиям, силуэт Focus получился более мускулистым и оттого более заметным в потоке среди других автомобилей C-класса. И теперь мы видим даже невооруженным глазом, что Focus вырос в длину, а именно он стал длиннее на 10 см своего предшественника третьего поколения и аж на 20 см длиннее первого поколения Focus. И весь этот прирост мы полностью почувствуем на заднем ряду, где раньше могли разместиться только дети, либо взрослые могли ехать абсолютно без комфорта, потому как были прижаты передними сидениями, а так теперь выглядит запас по ногам при полностью отодвинутом водительском сидении. Таким образом, компания Ford решила главное нарекание по Focus предыдущего поколения – это запас пространства для задних пассажиров. И может быть задняя часть Focus в универсале не такая яркая, как передняя, но я ее нахожу достаточно гармоничной. А вот здесь, смотрите, настоящая выхлопная труба. Компания Ford смогла найти возможность установить ее сюда. Надеюсь, и другие автопроизводители услышат нас и перестанут делать пластиковые штамповки в задних бамперах в виде выхлопных труб. Я считаю, что это отвратительно, и нам, автолюбителям, стоило бы собраться и учредить некую лигу, которая бы защищала наши права перед такими вот инсинуациями со стороны автопроизводителей. Под капотом нашего Focus, наверное, находится самый прагматичный выбор, и это 1,5-литровый турбодизель, который является глубоко переработанной версией 1,6-литрового турбодизеля от компании PSA. И надо сказать, что в отличие 1,5-литрового турбодизеля, который сегодня ставит компания PSA на свои машины, здесь нет тех проблем, а именно речь идет о системе от Blue, ее здесь нет. И у французов стоит кевларовый ремень ГРМ, который плавает в масляной ванне, а его продукты износа забивают маслоприемник и ведут к преждевременному износу мотора. Так вот, здесь стоит обычный ремень, нет от Blue, поэтому машина абсолютно лишена этих детских болячек. Но, к сожалению, в компании Ford не нашлось пару лишних амортизаторов, поэтому здесь стоит такая палка-держалка. Надеюсь, это означает то, что сюда вылазить фактически не будете. Таковые зеркала в Focus 4-го поколения немножко уменьшились в размерах относительно предыдущего поколения. Вполне возможно, что дело в аэродинамике. А теперь переходим к интерьеру автомобиля. И главные изменения коснулись передней панели, которая раньше была столь необычной, вызывала максимум споров. А сегодня здесь все стало как у всех. И надо сказать, что лично для меня это серьезная утрата, потому что раньше Focus был более самобытный, нежели теперь. Места за рулем Focus 4-го поколения стало больше, чем в предшественниках, а места для пассажиров стало ощутимо больше. При этом водитель лишился ощущения как пита, потому как пропала вот эта вот вертикальная консоль, которая отделяла зону пилота от зоны пассажира. И все органы управления как бы были ориентированы на пилота. Эргономика в Focus на высоте. И это, наверное, в принципе понятно, потому что компания Ford имеет огромную историю, огромный опыт. И, понятное дело, использует его. Проехав на этом автомобиле пару сотен километров, я не смог найти ни одного элемента, к которому можно было бы придраться. Абсолютно читаемые пиктограммы. Абсолютно в доступе все кнопки, барашки, переключатели. Руки ложишь на подлокотники и можешь рулить в дальние дороги. При этом уровень, на котором находится правый подлокотник и левый на двери, абсолютно идеально совпадают. Абсолютно. Они даже по ощущению мягкости сопоставимы. Кулиса щелкает, как на спортивной машине. Очень все четко, хотя и не слишком короткоходно. При этом основные функции, они не стали запаковывать в управление через экран. А все-таки они по-прежнему имеют физические барашки-кнопки, что позволяет в дороге не отвлекаться на регулировки температуры либо потоков. И я считаю это крайне-крайне важным, потому как управление через экраны, это небезопасно. И такие вещи, в принципе, стоило бы запретить. Особенно управление, скажем, температурой климата. Рулевое колесо у Форда абсолютно классической формы, правильного сечения, с приливами. При этом, как я раньше обращал внимание, он такой очень мягкий. Кожа на нем крайне нежная. И вот в данном случае на 150 тысячах уже мы получаем визуально изношенную кожу. Которую, возможно, получится восстановить, будет видно. Ну, а на руле находится вроде как рассыпь кнопок, но, смотрите, они абсолютно понятны. Каких-то вопросов они не вызывают. Приборная панель у Фокуса очень лаконичная. Наверное, многие скажут, что даже слегка устаревшая. Но при этом она хорошо читается. По центру находится в данном случае черно-белый экран, на котором выводится, например, скорость в цифровом виде. Сюда прописываются знаки, которые Форд способен рассмотреть на дороге. Ну, и ряд, ряд, ряд другой информации. Например, расход, ошибки. Вот такой вот путевой компьютер. В общем-то, это просто и достаточно информативно. Мультимедиа у Фокуса, опять же, простая. Вообще, простота это про Форд, про Фокус в данном случае. Но главное, что здесь есть Android Auto и Apple CarPlay. В принципе, данные функции полностью закрывают потребность в навигации и во всем остальном. Здесь мы имеем кнопку аварийки. Она крупная, находится в нужном месте. Благодарить будет удобно. А под этим всем находится блок кондиционера. В нашем случае здесь нету климат-контроля. Но все остальное, в принципе, крайне понятно. Кроме всего прочего, здесь есть подогревы сидений, что не свойственно для европейских машин. Подогрев лобового. Это именно тены, встроенные в лобовом стекле. Сложно увидеть на видео, но они есть. И эта функция очень быстро помогает справиться с льдом зимой. Также подогрев руля. Под блоком кондиционера находится емкость для смартфона. Действительно, туда помещается любой смартфон. Плюс там розетки, USB. И здесь кулиса механической коробки передач. Я бы сказал, что я бы хотел бы немножко покрупнее саму кулису. Но, в общем, все понятно. Опять же, сделано из достойных материалов. Рядом находятся основные кнопки. Здесь вот, видите, может это еще что-то быть. В данном случае у нас парктроник. Выбор стиля езды от эко до спорт. Отключение старт-стопа. И отключение стабилизации. Далее находится электрический ручник и автохолд. Два больших подстаканника, которые закрываются такой шторкой. Это, в принципе, вещь, знакомая по предыдущему поколению. Внутри добавили подсветку. Но, знаете, сейчас так модно. Здесь мы имеем большой подлокотник. И в нем действительно глубокая емкость. Но она ничем не обшита. И если вы туда кинете какие-то ключи, они будут греметь. И в итоге еще и поцарапают материал. На верхней панели у фокуса слегка мягкий пластик. Выглядит он не очень богато. Но соответствует своему классу. Аналогичный на верху передней двери. А вот уже на задней двери абсолютно жесткий пластик. И подобный фокус компания Ford частенько проделает. Даже с более дорогими автомобилями. Здесь вот находится декоративный алюминиевый пластмасс. Он, в принципе, выглядит нормально в этом классе. И дверная ручка, которая очень похожа на металлическую. Но таковой не является. Это пластик. Надежная ручка. Все хорошо с этим. А вот ниже находится очень интересное решение. Многие говорят, что этот материал похож на аналогичный у Жигулей 5 серии. Мне он больше напоминает какой-то резиновый ковер. Но материал этот хорошо моется. Это, наверное, единственный его плюс. Здесь вот ниже находится подлокотничек. Он мягенький. Хорошо продуманный. Материал на дверных ручках вот этих жесткий, скрипучий. А ниже в дверях карман полностью обшит бархоткой. Туда влазит литровая бутылка воды. Либо с напрягом полтора литровая. Собственно, по низу панели материалы уже идут жесткие. На них сильно остаются царапины от любых прикосновений. Бардачок с микролифтом. Но объем его невелик. И внутри он ничем не обшит. И это серьезный недостаток. Дверная карта со стороны выглядит очень современно. Но, как я немножко ранее показал, материалы сблизи разочаровывают. Здесь у нас находится блок управления светом. Он такой, знаете, его можно крутить сколько угодно. Хорошее решение. Все с этим понятно. Здесь есть еще один ящичек. Сделан он из такой, знаете, китайской пластмассы для дешевых игрушек на распродаже. Опять же, ничем не обшит. Педальный узел абсолютно не вызывает никаких вопросов. Расстояние между педалями позволяет управлять автомобилем с любым размером ноги. При этом левая подставка под левую ногу сделана под правильным углом. Она большая. И на дальники ехать удобно. Здесь вот находится рычажок отпирания капота. А теперь надо за него дернуть два раза и ничего не искать. Просто открыть капот. И хоть в целом подгонка панелей стала намного лучше в четвертом поколении, нежели в третьем. Но есть некоторые скрипы. Возможно, они, конечно, есть и в машинах других производителей в этом классе. Слава богу, на ходу это ничего не слышно. Но еще вот здесь вот можно так вот подвигать. И это мне напоминает Форт Сиера. У меня есть такой автомобиль 83-го года. И там также это двигается. Вероятно, вопрос в преемственности поколений. Блок управления освещением салона здесь простой. Но в более дорогих комплектациях кнопок больше. Есть большой очечник. А также здесь была бы подсветка вот этих зеркал с двух сторон. Как и, собственно, в более дорогой комплектации была бы кнопка старт-стоп. А вот эта площадка под смартфон могла бы его заряжать. На заднем ряду места будет достаточно даже за высоким водителем. И вы сможете ехать далеко. Конечно, разместить сюда троих, таких как я, будет сложно. Но можно. Пускай мучаются и едут. И, как я уже ранее сказал, на заднем ряду материал становится значительно хуже. Это жесткий дубовый пластик. Здесь вместо того резинового материала, которому подвергли критике вообще, что-то вот такое вот странное, похоже на тонкий-тонкий пластмасс, который, возможно, кто-то проломает локтем. Кроме того, на сидениях применили такой вот материал. Им обклеили пластмассовую основу. Хотя лучше бы было бы, наверное, какой-то пластик, который можно было бы помыть от детских ног. А также вот здесь пластик также подвергается царапинам. Мы видим это. Это убирать сложно. Зато есть 12-вольтная розетка, сеточка для журналов, бархотка, оббитый карман в двери, крепление изофикс в нескольких местах и нету подлокотника. В этой комплектации его не заслужили. Багажник фокуса вполне достойного объема. Хотя однозначно уступает аналогичному у седьмого гольфа. При этом здесь хорошо все продумано. Тянем за эту рукоятку, складывается сидение. Тянем за этот хлястик, достаем шторку. Имеем здесь такие крючки для покупок, пакет с покупкой. Имеем подсветку, место для треугольника, огнетушителя. Под полом имеем огромный органайзер. Туда влезет очень много. И там находится докатка. Кроме этого, здесь все обшито. И есть хорошие, такие крупные, удобные рукоятки для закрытия багажника. Предлагаю подвергнуть Ford Focus дорожным испытаниям. Посмотреть на то, как он себя будет вести в движении. Какие будут оставлять эмоции после себя. И я должен признаться, что я могу быть несколько субъективным в отношении фокуса. Потому как испытываю особое чувство к автомобилям марки Ford. Не потому, что считаю, что это лучшие автомобили. А потому, что, на мой взгляд, автомобили под этим брендом действительно хорошо сбалансированы. И, как правило, деньги, потраченные на их покупку, всегда соответствуют тому, что ты получаешь. Понятное дело, что сегодня мы должны, покупая автомобиль, особенно б.у. автомобили, учитывать, что на рынке, кроме всего прочего, представлены моторы, которые не способны прожить долгую жизнь. Но для этого, в общем-то, и существует YouTube, Instagram, где можно что-то почитать, узнать, что, например, автомобили с двигателями EcoBoost хороши на малых пробегах, но могут доставлять проблемы при значительных пробегах. Вот. Но я за то, чтобы подходить к выбору, опять же, с умом. И, на мой взгляд, на мой взгляд, отличным выбором для фокуса будет дизельный мотор с объемом 1.5. Я уже в начале ролика начинал говорить про то, что с этим мотором автомобиль надежный, экономный и вполне себе неплохо едет. Под капотом в данном случае 120 лошадиных сил бывают более слабые версии, но, как я понимаю, все это с помощью чипсюнинга решается, поэтому вы можете взять более слабую версию, но ее докрутить до этой. Кроме этого, мы знаем, что фокус с этим мотором легко в городе вписывается в 5 литров расхода, и это ставит под сомнение использование, например, электричек, которые в пересчете на деньги не дают какой-то значительной экономии, если вообще ее дают. Понятное дело, что если вы можете заезжать электричку у себя дома, то, наверное, там какую-то экономию вы сможете получить, но не забудьте учесть, что вы потратите значительно большую сумму при покупке той же Теслы, да, либо BMW, а все вот эти вот дешевые электрические машины, которые будут стоить сопоставимо с фокусом, будут иметь очень маленький запас хода, и, вероятнее всего, вы быстро наиграетесь в эту игру с запасом хода в 100 километров, и решите вернуться опять к старому доброму дизелю. Так, на холостом ходу урчание дизельного двигателя вполне себе слышно в салоне, но при этом, когда мы едем, это не заставляет нас повышать голос, особенно, когда речь идет о городских скоростях. Кроме этого, надо отдать должное инженерам. Прошли времена вот этих коротких механических коробок с короткими первыми двумя передачами, и опять мы имеем, в принципе, адекватные длинные передачи, когда, скажем, четвертая включается после 60, а не как раньше, после 40 уже четвертая, а на 65-е. Нет, здесь с этим все в порядке. В данной комплектации есть три режима езды, в данном случае стоит нормальная, такой слегка задемпфированный режим, есть режим эко, еще более задемпфированный, но мне больше нравится режим S, наверное, спорт. Для того, чтобы замерить разгон до 100 км в час, мы уехали за город, пропустим все автомобили, однозначно переключим режим вождение в спорт. Таким образом, руль станет более тяжелым, а цепчевость на педаль газа более резкой. Итак, поехали. Небольшая пробуксовка, нет смысла крутить до 5, третья на 80, 100. Автомобиль, в принципе, хорошо и дальше разгоняется разгоняется и, скажем, на скорости 120-130 абсолютно стабильно едет. Первую сотню фокус набирает очень легко, если перейти на 6-ю передачу, становится в меру тихо. Понятно, что шумоизоляция в автомобилях такого класса не сравнится с бизнес-классом, но в принципе каких-нибудь там 130 здесь ехать вполне себе комфортно. Более того, машина отлично держит прямую, поэтому не надо постоянно подруливать. Есть такое, знаете, чувство и безопасности, и чувство того, что ты с автомобилем связан, то есть ты чувствуешь, как он едет. Ровно как и в потоке автомобиль держится хорошо. Если вы едете в режиме S, спорт, то тяги вполне достаточно для быстрых перестроений. Основная тяга у этого двигателя появляется после 2000 оборотов. Ну и как мы понимаем, никаких чудес не бывает на скорости 140 км в час, акустического комфорта нету, очень сильно слышна дорога. При этом, если бы асфальт был бы несколько более гладкий, то, наверное, было бы чуть тише, но в целом на такой скорости общаться в салоне автомобиля сложно, и если скинуть до 120, то, в принципе, будет намного лучше. Но надо заметить, что кроме шума от дороги, в общем-то, каких-то аэродинамических завихрений, которые бы шумели в стойках, особо я не заметил. А вот на скорости 120 становится ощутимо тише, и кроме этого, обратите внимание, видите, менее 2000 оборотов на шестой передаче, соответственно, автомобиль на такой скорости будет ехать вполне себе экономно, и двигатель, в общем-то, работает в начале плато крутящего момента. У фокуса есть даже в средней комплектации система удержания в полосе, она вот так вот отображается такой пиктограммой, а включается с торца стрекозы, и надо сказать, что эти системы, конечно же, значительно шагнули вперед, и например, на Peugeot, которую я тестировал 3008, система могла в принципе адекватно рулить, и не требовать корректировки, единственное, она требует, чтобы руки находились на руле, так вот, в Ford, она работает в принципе достаточно группа, сейчас я вот отпустил, приближается к полосе, и отрабатывает так вот, то есть, как бы едет от разметки к разметке, они центрируются между ними. Снова мы на нашем открытом-закрытом полигоне. Конечно же, сказывается балка на задней оси, и заднюю часть немножко заносит, но ничего страшного здесь нету, вполне себе все предсказуемо, причем даже испугаться вы не успеваете, потому как происходит это как-то так, знаете, как будто бы с задержкой. Передние колеса отлично читают поверхность дороги, мы чувствуем, что находится под колесами. Это может быть не слишком хорошо для комфорта, но это великолепно для рулежки. Мы понимаем, что там скользко, каменисто, песок. Отлично. Немножко ползет наружу, но все это очень-очень-очень предсказуемо. Кроме того, понятно, что здесь есть стабилизация и работает она очень мягко, вмешивается плавно и в последний момент не навязчиво, не портит весь кайф. Я вам скажу, что еще не так давно даже в премиальных машинах стабилизация была более какая-то навязчивая, что ли. Здесь в принципе все хорошо, отлично чувствуешь руль, отлично попадаешь в траекторию. Здесь мы посмотрим, как подвеска отрабатывает резкие неровности. понятное дело, что подвеска очень упругая и это мы почувствовали на скоростях свыше ста, машина держится абсолютно стабильно, не надо ничего подруливать, но при этом видите, как бы упругая не значит громыхать, не значит греметь салоном, то есть в принципе понятно, что подвеска зажатая и отсюда все удовольствие. При этом по правде говоря предыдущий фокус как-то умудрялся и мягко проходить и быть очень-очень острым. Очень озорно управляется. Заходим на пониженной. Дописка но абсолютно-абсолютно не страшно. Нету нету желания ухватиться за руль резко затормозить есть желание продолжать продолжать этот тест скользить причем если бы у нас были колпаки они бы уже летели куда-то далеко-далеко. Шикарный вердикт мне очень нравится фокус предыдущий этот по управляемости. И неспроста в фокусе установили сигнализацию я думаю что люди которые не могут себе позволить купить фокус могут пойти на такое страшное преступление как кража потому что ну потому что хотят очень хотят. если ко мне за советом пришел бы друг и спросил бы про выбор автомобиля с похожими свойствами до 14 тысяч долларов то я бы вполне мог бы рекомендовать фокус более того я могу себе его рекомендовать до Продолжение следует...